Но пока вы отвечали, пришел к нам вопрос от Татьяны Прокопенко из Кабардино-Балкарии. Расскажите, пожалуйста, о ваших внуках. Сколько им лет? Как их зовут? Вы знаете, мои дети, дочери, несмотря на всякие слухи, они живут здесь, в России, в Москве. И внуки у меня есть. Они тоже живут нормальной жизнью. Дочери у меня занимаются наукой, образованием. Они никуда не лезут, ни в какую политику, ни в какую. Живут нормальной, рядовой жизнью. Что касается внуков, кто-то уже в детский сад ходит. Понимаете, в чем дело? Я не хочу, чтобы они росли какими-то принцами крови. Я хочу, чтобы они нормальными людьми выросли. Для этого им нужно обычное общение, рядовое общение в детских коллективах. Стоит только мне сейчас сказать возраст, имя. Они сразу же будут идентифицированы, их не оставят в покое. Это нанесет ущерб просто развитию ребенка. Поэтому все у меня нормально. Я прошу меня понять правильно и отнестись с пониманием к этой позиции. Мы вас понимаем. Поздравляем с тем, что вы дедушка. Спасибо. Поздравляем. Я бы хотел отметить. Вот у меня второй внук недавно родился. Поздравляем вас. Ну, пока вы отвечали, пришел к нам вопрос от Татьяны Прокопенко из Кабардино-Балкарии. Расскажите, пожалуйста, о ваших внуках. Сколько им лет? Как их зовут? Вы знаете, мои дети дочерьми живут какими-то принцами крови. Я хочу, чтобы они нормальными людьми выросли. Для этого им нужно обычное общение, рядовое общение в детских коллективах. Стоит только мне сейчас сказать. Несмотря на всякие слухи, они живут здесь, в России, в Москве. И внуки у меня есть. Они тоже живут нормальной жизнью. Дочери у меня занимаются наукой, образованием, возраст, имя. Вот они сразу же будут идентифицированы. Их не оставят в покое. Это нанесет ущерб просто развитию ребенка. Поэтому все у меня никуда не лезут, ни в какую политику, ни в какую. Живут нормальной, рядовой жизнью. Что касается внуков. Кто-то уже в детский сад ходит. Понимаете, в чем дело? Я не хочу, чтобы они росли. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!